здравствуйте меня зовут татьяна я рада вас приветствовать на канале который так и называется татьяна кельмяшкина кому нравится по болтушке приглашаю к экрану получила такой комментарий татьяна у марии в.д. вышел тег качество вязания ответьте пожалуйста на эти вопросы я с огромным удовольствием отвечу я долго не отвечала на теги кстати меня спросили почему я ответила что вопросы очень сильно повторяются очень удивились в комментариях да я вроде смотрю тег до тегом редко вопрос повторяется мне даже самой теперь интересно да я пока не надоест по выходным это уже как минимум буду стараться отвечать на теги и мы с вами увидим да когда на теги отвечаешь так за тегом там же очень очевидно повторяется вопрос очень очевидно там ярко очевидно повторяются вопросы или нет несмотря на то что мне написали что марии в.д. вышел тег качество вязания я пошла искать вопрос думаю если автор значит обязательно ответ оставит под видео сами вопросы как правило авторы оставляют а те кто отвечает может оставлять может нет главная ссылка на первоисточник так вот мария в.д. говорит что автор тега вязальная фея а не она это я так уж для чтобы все было честь почести так значит но вопросы я нашла именно под видео машеньки и я на них отвечу с огромным удовольствием первый вопрос считаете ли вы что качество изделий зависит от качества пряжи я считаю что очень часто качество изделий зависит от качества пряжи очень часто потому что мне за время моей вязальной практике приходилось очень часто вязать но навязалась я вдоволь из пряжи которую там где-нибудь да достали и было очень часто что вязала из той же распущенной пряжи да когда вещи распустили осталось пряжица и но понятное дело что тоже даже и вещь которую распустили она может быть замечательные там хорошие нитка но тем не менее да если взять прекрасного состава пряжа связать из нее вещь и ту же несколько раз распущенную ниточку это влияет влияет качество пряжи влияет на качество изделия порой очень сильно порой чуть-чуть но здесь отрицать я не буду влияет 2 бывали случаи когда вы сделали вас подводила именно качество пряжи ну я да нет я не вспомню такого случая она же видно да понятно что если там берешь какой-то акрильный состав то что я знаю что от этого ждать я не тешу себя что это будет супер-пупер поэтому подводила не подводил меня качество одно соответствовал в общем-то своей цене своему качеству нет бывало что я когда только училась работать с шерстью не зная вообще что стирать там горячей воде нельзя машинки нельзя я вещи своего размера 56 плюс забрасывал машинку вытаскивала такой знаете детский джемпирог это было но здесь ну никак не качество пряжи здесь особенности пряжа свойства нитки которые я не учитывала когда стирала третье как вы думаете насколько качество инструмента влияет на качество работы я опять же считаю что есть влияние инструмент на качество работы так например сейчас работой с кубическими спицами я замечаю что у меня более ровная лицевая гладь и все-таки я подчеркиваю что качественный инструмент он конечно же влияет на скорость работы на настроение мастерица который так или иначе сказывается на работе но в то же время мастер своего дела свяжет замечательную вещь даже очень скромным инструментом это я хочу всегда подчеркнуть влияет влияет я вот заметила что кубе залетела муха если тут будут у меня полеты я уже сейчас я открыла все нас такая жара и открыла все окна настишь все у нас прям очень жарко и вот муха конечно тут же нравлюсь я мухам так где остановилась а да что мои кубики кубики влияют на мою лицевую гладь это факт и вообще хороший инструмент в любой профессии очень очень важен но еще раз говорю мастер своего дела старается из любого инструмента выжать все что можно или создаст прекрасные вещи какие инструменты вы предпочитаете использовать своей работе про инструмент были вопросы в недавних тегах вот пошло повторение я просто буду так сказать ну это мой такой анализ совершенно не относящийся к тегам имею право проанализироваться конечно же имею так это вот после долгого перерыва мой третий тег и про инструменты я отвечала точно я предпочитаю ади это были первые инструменты после которых я перешла с китайских на которые я перешла с китайских и поняла какое скольжение поэтому наверное вот так мне в сердце очень по-доброму они запали абсолютно одного класса с азии считаю спицы drops тоже мне очень нравится скольжение нравится как ведет себя но я всю леску называю на самом деле как это вот то что держит спицу и спицу тросик назовем вот и нет про дело в том что вот кубические спицы у меня были нет про и металлические деревянные поэтому как-то вот один а дропс и нет про это вот те спицы которые так у меня эволюционно ведут 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 в гору и я понимаю что эти спицы лучше гораздо чем те спицы на которых я не зала хотя им тоже огромное при огромное спасибо там меня не устраивал вот этот иногда вьющиеся но как пошел металлический трос это было спасение до этого все как-то было вот крутилась вертелась перекручивалась и я не знала что бывают еще кончики другие я поострее все-таки кончики люблю чуть больше чем вот те кончики которые были у спиц но любым и китайским и гамовским огромное огромное спасибо это целый пласт времени и выручили они нас очень даже какой состав пряжи является для вас показателем качества я я не могу сказать еще такие составы ну показатель качества потому что и хлопок может быть более качественный менее качестве шерсть может быть разными и какая то шерсть колется какая это не колется какая-то шерсть и на шерсть не похожа сейчас берешь детские вещи там шерсть какое еще молочное волокно это шерсть хочется спросить да никогда бы не сказал сейчас такая выделка столько различных наверное все таки технологий что показателем качества может быть любой состав любой состав хочет кто скажет акрил ребята что делать аллергикам ведь сколько у нас людей которые ну никак ничего не могут носить кроме как акрил сколько мы не говорили бы натуральном там составе к примеру да я думаю быть хлопок еще но сейчас аллергии просто пожирает и иногда аллергенами является то о чем на что и не подумаешь никогда просто в нашем понимании акрил это какой-то такой скрипучий ужасные отворачивающий от себя время такого акрила тоже проходит сейчас такой акрил что это спасение спасение для многих людей не только кстати для деток но и для многих взрослых людей это спасение если человек хочет носить вязаные вещи если человек любит вязать но ему нельзя носить натуральные составы куда деваться спасаться акрилом поэтому какой состав пряжи является для вас показателем качества меня нет такого состава качественно может быть любой состав на мой взгляд на мой взгляд тут это так могут ли быть качественным могут ли быть качественной пряжи инструменты недорогими как я правильно понимаю могут ли быть недорогие инструменты недорогая пряжа качественными я вот так маленечко что шестом вопросе не хватает если конечно что-то понимаю может быть вопросы перепечатывали спешки просто какой-то не хватает какого-то знака припинания я не знаю могут могут я долгое время даже сама заблуждалась что вот итальянская пряжа бобинная почему не брать это дорого и так далее так далее куда делал там моточная сейчас самоточной можно встретить очень дорогую не сравнивать бобины и бобину можно найти очень я когда себе всегда покупаю вещи и пряжу я всегда ориентируюсь на килограмм так уж повелось что мне нужно иметь кило это если джемпере кардигане речь идет и тогда можно вязать а лучше кило 100 кило 200 чтобы уж там не дергалась ничего хватит не хватит этот вопрос не очень мучил и вдруг вот столкнувшись бобинной пряжей я вдруг понимаю даже тот же мышонок там 300 с чем-то тоже вообще в бобинке было 400 что ли грамм то есть а там осталось еще даже варежки связал то есть 300 с чем-то чтобы ушло на меня и ушло на такую вещь не маленькую далеко это было для меня открытие и поэтому может быть там и килограмм бобины пряжи кажется что стоит дорого но на джемпер что я куплю там моточную сколько она очень экономно и поняла я это только когда действительно для меня это был пустой звон когда я слышал что бобины пряжи очень экономная ну да 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 а вот а на самом деле там действительно если вы 300 ну пусть там 20 грамм 350 грамм ушло на меня умножить это все переложить кроме того очень часто можно распродажи до очень часто дроп устраивать сезонные распродажи поэтому качественные пряжи инструменты могут быть недорогими но все это относительно конечно могут могут придержитесь ли вы рекомендации производители при подборе спиц или крючка для пряжи придерживаюсь я смотрю я всегда смотрю правду нас я себя совещаю с ручками вот мои главные советчики как-то мне знаете очень хорошо попадает вот те рекомендации и мои тактильные ощущения у дропс кстати вот у дропс там может быть полный мир очка куда-то туда-сюда вот у дропс у меня очень даже я придерживаюсь часто когда пишут бывает так что я не слушаю иногда зря не слушаюсь иногда ведь так нитка раскрывается и смотришь такие спицы рекомендую то я понимаю что это бреден бреденка и вот это те редчайшие на случай когда я вообще раньше образцов не вязала как только связался немножечко с незнакомой совершенно пряжей и когда я вижу нитка тонкая рекомендую там не знаю какие спицы вот тут как-то напрашивается связать образец и посмотреть может быть после стирки тогда там вообще все это так расправит пряжи плечи и как-то потихоньку полегоньку сейчас новую новую пряжу я узнаю и стала я вязать немножко образцы опять же не для расчета петель там для того чтобы выйти на эти вот сколько набрать это все интуитивно а вот именно посмотреть почему иногда просто не опечатка ли это пишут такими спицами вязать такую пряжу но я всегда смотрю и такого не было чтобы я не смотрела рекомендации я рекомендации смотрю всегда стараюсь придерживаться но очень часто бывает то что не верю и это каким-то своим путем но читать всегда читаю то есть придерживаюсь не всегда но придерживаюсь ниж интересно производитель то ведь он не просто так все это пишет и вот иногда действительно смотришь и понимаешь что видимо это полотно должно быть таким бреде он бреденочкой но мне полотно такое не носить значит я что-то иду ли соединяет другой ниточкой или беру спицы другими если другие спицы выдают такое полотно что лучше не носить там нужно какой-то искать выход а если действительно расправляет плечи как-то правитель был прав надо надо прислушиваться надо но к себе в том числе не только производитель носить то нам что еще помимо инструментов и пряжи влияет на качество работы да конечно же мастерство но вот с годами она нарабатывается то же самое натяжение нити да посмотрите как мы держим когда я смотрю ответы тег ну девочки же часто вяжут рукодельницы в кадре это вот если взять фотографии если тут нарезочку сделать видеороликов что вот себя я возьму до что ирину маркел вот там как-то палец на километр значит я пробовал у меня ничего не получается и главное еще наматывать надо как это все я у меня стоп я в намотаю и сиди для фотографий я посижу но я не петли не свяжу а сашенька вот байсандр пайк у той вообще какой-то способ я вообще впервые увидела даже целый ролик посвятил тому как я вижу лицевую гладь я не сви я не смогла у меня все падает мне или держать полотно или держать спица как-то еще я могу поддерживать но шевелиться при этом да я не могу мы так все по-разному вяжем но именно это и позволяет нам вязать заставь вот например я не знаю рукодельницу вязать как вяжут другие на же неудобства я пробовал мне неудобный никакой способ кроме моего как вот мне кажется классического поэтому что еще помимо инструментов приорвлять на качество работы вот натяжение нити ну я бы сказал все таки мастерство умение рукодельницы чувствовать который полотно которое получается умение рукодельницы соотносить вот мерки фигуру умение рукодельницы видеть как тайная вещь будет сидеть на человеке пойдет ли она ему или не пойдет но мастерство вот который приходит с опытом что еще пряжа инструменты то ничего но есть вот те кто только начинает хотя некоторые начинают очень хорошо но когда петельки еще прыгают петельки еще пляшут они неровные потому что нет уверенности в каждом и одну вытянем другую затянем но вот я на моих глазах очень многие начинали вязать редкий раз когда вяжут люди сразу туго таким образом что они сами устают от трех петель сделали и все и выдох об основном такое все вот то петли падают то как то вот это все пляшет вот это вот эффект начинающие рукодельницы да какой бы по есть какие спицы не дайте какую пряжу не дайте петли в основном будет плясать поэтому мастерство конечно же с опытом приходящий умение чувствовать полотно умение одним взглядом понимать тем путем не тем подходит узор не подходит узор но вот это вот чувака мастера она еще больше я не знаю что еще сказать являетесь ли вы перфекциониста в своем обязательном увлечении не не идеал любой ценой иду к идеалу идеально только идеально не ребят это знаете ну что кроме вязание больше никаких прелестей жизни что ли нет нет не являюсь но может быть поэтому и на заказ не вижу даже будучи на заказ ребятам иногда вы знаете это когда нам кажется что заказчик видит нашу эту какую-то там реальности хотя без рядности как связать она в большей степени меньшей степени будет нет слава богу меня кроме вязание есть еще увлечение есть чем заняться вижу я на максимум своего мастерства на потолке я никогда увидев там пропущенную петлю или увидев там я не знаю какой-то ляпа в рисунке косяк как мы это говорим косячок увидите я не скажу а пойдет это же вижу только я нет ребят я распущу я распущу но вот это живот и прямо имеется ввиду да 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 нет нет упирать свою жизнь только в вязание надо вязать аккуратно надо вязать аккуратно на максимум своих способностей видишь косяк исправь его пожалуйста даже если провязано полотно уже очень много и это я распущу даже говорить нечего но быть такой до точные прямо чтобы до в конце концов не 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 нет не являясь перфекционистом сколько раз вы готовы перевязывать изделие чтобы оно получилось идеальным опс красный звоночек вопрос повторяется я буду все я буду теперь следить опять же вопрос совсем недавно в теге был я распущу 23 раза потом скорее всего мне надоест если мне вещь прям вот так нужно прям какую-то цель поставлю такого не помню вот какой-то дать это куб празднику вещь а такое не потом наверно по 150 раз буду распускать а так вот я понимаю не идет значит надо распустить я обязательно распущу я не оставлю на спицах я распущу моточки отложу до лучших времен поэтому ну думаю раза три если мне не горит если горит и связать нужно вот так и такого не помню я буду 103 раза распускать пока не получится вот опять же сколько раз вы готове 5 изделий чтобы оно получилось идеальным ребят что бы идеально давайте берем что бы идеальным я вообще не надо мне идеальное изделие сколько раз вы готове 5 изделия чтобы она получила 100 как вы его видите вот это мне скорее всего для меня правильный вопрос будет замечаете ли ошибки вязаных изделий других мастериц но специально я не смотрю и и не смотрю если я вижу в человека в вязаной одежке так ну-ка позвольте к покрутитесь к я посмотрю но иногда девочки показывают вот в роликах своим какие-то процессы бывают и готовы изделия но сам как не не заметишь ошибку иногда бывает замечаю но девчата и сами в следующем же ролике готовыми тут писали что пропустила накид тут я не там завернулся девочки там или распущу спасибо что заметили ошибку исправлю да или там цветком заляпы но видно как немножечко когда вязание разбираешься то в процессах эти ошибки вид у кого их нет у кого их нет нет то самое замечаю иногда замечание конечно же не все ошибки но бывает так что я замечаю ошибки в изделиях других рукодельниц пожертвовать или вы качеством работы если нужно знать что-то очень быстро я скажу я так быстро связать не смогу есть нужно стать быстро но некачественное я вязать не буду не буду я вязать быстро я буду вязать качественном как как я умею опять же без фанатизма когда вы смотрите на вязанные изделия что вы оцениваете прежде всего креативность или качество работы В глаза мне будет бросаться, скорее всего, креативность. Первый на первый мне будет бросаться в глаза креативность, конечно же. Ох, какие брыжи там, я не знаю, по центру спины, как у динозаврика. Ну, вторично я замечу и будуращать внимание на качество работы. Но бывает ведь такое качество, и в кавычках, и такое качество, когда действительно качество, что перво-наперво будет бросаться в глаза. Ну, я это вообще как-то не оцениваю, но будучи человеком, умеющим немножко вязать, волей-неволей у меня отложится, дощёлкнет, что, а, вещь-то самовязочка. Ну, супер, если это будет простая вещь, то там, конечно, перво-наперво я оценю качество всё-таки. Вернее, мне в глаза бросится качество работы. Качественно ли качественно связано. Ну, да. Но мне хотелось бы, конечно... Я просто не помню креативных вещей. Я не помню. Но если вещь будет креативной, я бы креативность, конечно. В глаза мне бросила креативность. Но учитывая, что вещи какие-то стандартненькие в основном, если у меня встречаются самовязки, они, к сожалению, встречаются стандартные. И там уже просто вот волей-неволей смотришь, насколько аккуратно или неаккуратно. Хотелось бы креативность. Я вообще люблю креативных людей. Вообще везде креативность люблю. В чём угодно. И в мыслях люблю. Ой, всё меня уносит. Как вы ухаживаете за изделием, чтобы его качество сохранялось надолго? Ну, как я ухаживаю за изделием, чтобы его качество сохранялось надолго? Я первонаперво вязаные вещи, которые только-только связала, не стираю в машинке. Я стираю его вручную. Если это пряжа проверенная и перепроверенная, я знаю, что её можно стирать в машинке, как вот там из-за лизе, вот эта лана голд. Всё-таки первый раз я постираю, посмотрю, что оно действительно так. А уже когда год за годом там носится, могу пульнуть и в машинку. Но сначала, поначалу я вещи стираю исключительно вручную. Я никогда их не вешаю, перегибаю, никогда прищепками не вешаю. Это вы просто вот как приучили меня на гладкой горизонтальной поверхности. Хорошо, если вещь умещается вот на стол или на тумбочку. Если это пледок, конечно, я ползаю по полу и по полу. И всё это, так сказать, раскладываю. Я стараюсь никогда не бросать вещи. Обязательно надо сложить вещь. Если это шерстяная вещь, то нужно ей проветриться. У меня в Саше с лавандой или против моли какие-то штучки всегда переложена вещь. У меня всё-таки не одну полку, а две полки занимают вязаные вещи. Их очень много, всё раздариваю, раздариваю, всё много и много. Поэтому, не знаю, аккуратно стирать, хорошо складывать. Проветривать по возможности. Просто тогда можно открыть дверку шкафа. Особенно такие летние дни. Перекладывать лавандочкой. Ну вот, а что ещё можно сказать? Бальзамы я использую. Гладить вещи я не глажу. И стираю именно в расправленном виде. Даже просто бросить на вот это вот крылышки, сушилки. Если она хочет на сушилки посушить, я несколько полотенец положу или под одеяльник четверо сложу. Только потом я раскладываю изделие. Потому что почему-то у меня там остаются вот эти вот ребрышки жесткости. Это, не знаю, но я люблю вязаные вещи. Очень люблю. Я даже не позволяю себе носки снять, куда-то запулить. Мне нужно их аккуратненько сложить. В межсезонье, когда батареи ещё не затопили, а холод уже пришёл. Я люблю носить носочки. Я не люблю их вот просто бросать. Я люблю, чтобы они утром встречали меня сложенными. Как-то уже на автомате приходишь, снимаешь варежки. Если они сухие, если там надо, конечно, высушить, другой разговор. Как-то очень аккуратненько шарфик заворачивать, варежки и всё это в шапочке. Это же на автомате. Это на автомате. Наверное, сама, когда свяжешь с любовью к этому, я не только вязаные вещи. Я даже вот любые сушилки снимаю, вещи не люблю, их вот куча мала. Потом сложу. Нет, нет. Хорошо развешенное бельё. Это наполовину выглаженное бельё. Бельё, которое хорошо складывается после сушилки, это ещё на четверть выглаженное бельё. Там остаются... Я вот просто смотрю, как некоторые хозяйки совершенно не в укор, но я бываю свидетелем. Это сняли, выбросили, потом сложу, потом поглажу. Когда оно лежит, вот так всё стопающе. Оно уже практически выглаженное. И поэтому не только к вязаным вещам, к любым вещам хочется относиться аккуратненько. Так, что мне в этом теге понравилось? Визуальная фея. Хочу сказать, значит, Маше спасибо, что вот она так ответила на вопрос, что мой зритель заметил, просил меня ответить. Визуальная фея, я ничего не перепутала. Автор тега визуальная фея, не перепутала. Значит, тоже хочу сказать спасибо за то, что вопрос составили девочки. Все, кто составляет тег. Постарайтесь, пожалуйста, не повторяться. Я понимаю, нельзя все теги прослушать или выслушать, пересмотреть, прежде чем этот тег составлять. Но всё равно душа ждёт тега, который будет такой креативный. И ни одним вопросиком он не повторится. Пусть там вопросов будет меньше. Мне вот понравилось, когда вообще от 10 до 15 вопросов, когда вопросы не переваливают за 20. Мне кажется, всё-таки можно группировать так, чтобы вопрос был вот 10-15. Очень легко отвечать. Не утомилась я, не утомился зритель. Мне понравилось, что вопросы не повторялись. У меня не было желания сгруппировать какой-то вопрос между собой. Это факт, это плюс. Но то, что всё-таки вопросы с тега в тег про распуск изделий, про спицы, они повторяются. Вот это как-то немножко... Как-то немножко. Но, тем не менее, молодцы. Девчата дерзают. Огромное спасибо за внимание. Я надеюсь, вы поделали домашние дела или повязали вместе со мной. Сейчас такие деньки стоят. Хочется гулять, вязать практически не хочется. Хотя вечерка немножко-немножко ковыряю, продвигаю свой кардиган папирус. Довязываю вторую полочку. Вторую полочку, ещё спинка. И там останутся только рукава. Так долго, я не помню, чтобы я вязала какую-то вещь. У меня вообще какое-то остывание к плечевым изделиям. Но я надеюсь, что скоро эта ситуация каким-то образом изменится. Тра-та-та-шечки-та-та. Спасибо за внимание, мой добрый зритель. И до новых встреч. А они обязательно будут. Будут.